Всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал! Сегодня мы с вами проговорим по изучению шведского языка. Много было вопросов, как мы учим шведский язык, учу ли я, учит ли супруга. Значит, отвечаю коротко. Учу... Я не учу пока что, но у меня очень есть такая вдохновляющая история успеха моей супруги, которой я хочу поделиться. Поэтому, чтобы ее поддержать, пишите ей комментарии, ставьте лайки этому видео. В общем, она точно все прочитает. Я думаю, что ее это еще больше подстегнет. Так что я на вас рассчитываю. Ну а с меня, естественно, контент. Значит, с чего хотелось бы начать? Подготовку к изучению шведского языка супругой мы готовили с самого начала. То есть, еще находясь в России, мы, собственно, знали, что никакого пути больше найти работу в Швеции для нее не будет. Соответственно, учить шведский – это обязательно. Нашли репетитора. Они начали заниматься. Какие-то простые фразы. Сразу по приезду в Швецию заранее мы забронировали курс на фольк-университет. Это университет в Стокгольме. Там, значит, были платные курсы шведского языка. Стоили, наверное, что-то достаточно прилично. Наверное, в районе 3 тысяч крон за квартал. То есть, это прям значительная такая сумма была. Вот. И изучали мы это, изучали. Но в итоге показалось, что это слишком дорого. И перешли в конце на СФИ. Вот. Но изучение само по себе в самом начале вот в этом университете дало прям сильный буст к тому, чтобы справиться с хандрой после переезда. Потому что переезжали мы... Приехала супруга с детьми в феврале 22-го. Еще когда мир был в порядке. Скажем так, почти в порядке. Вот. И тут была такая серость, угрюмость. И вот то, что она ходила на эти курсы, там, пару раз в неделю, по-моему, это прям вытаскивало ее из вот этой серости, угрюмости. Она встречалась с какими-то новыми людьми. Вот. И хоть как-то училась, практиковалась. И это ее прям ободряло. Поэтому рекомендую не откладывать долгий ящик. Сразу учить язык. Закончила она там А1 и А2. Это такие стартовые самые курсы, стартовый курс. Учились они по учебникам рифстарт шведским. Вот. Ну, в общем, у нее был прогресс. То есть она могла что-то сказать, представиться, что-то объясниться, что-то даже понять. Много работали в парах. Вот. Но понятно было, что учить так язык – это очень дорого. Поэтому мы решили переключиться на курсы SFI «Шведский для иммигрантов». Где-то летит вертолет. Никак понять не могу, где. Тут периодически перевозят на медицинском вертолете в ближайшую больницу людей у страдавших. А, вон. Ой-ой-ой. Сегодня что-то даже не медицинское. Будем надеяться, что все хорошо. Ну, так вот. Значит, SFI. Про SFI слушали разные отзывы. У кого-то хорошая школа, у кого-то плохая школа. Где-то хорошо учат, где-то плохо учат. В общем, куча информации. И я бы сказал, опирайтесь на свой опыт. Значит, у супруги повезло ей. У нее была хорошая школа. Ее мы нашли в Хёгдалине. Называлась она Кубин Утбильнинг. В общем, я оставлю там в описании к видео ссылочки. Все на школы, на университеты. Посмотрите. Так вот. Кубин Утбильнинг, значит, на Хёгдалине. Отличная школа. Исходя из ее рассказов. У них сформировалась хорошая группа. Было несколько русскоязычных студентов, с которыми они познакомились, дружатся до сих пор. То есть у них сформировалась там такое первое комьюнити, так сказать, на чужой земле, которые тоже, где они друг друга поддерживали, помогали, обменивались информацией о Швеции, о каких-то, не знаю, там, магазинах, куда можно сходить. И не только, в общем, про шведский. Так что SFI — это не только про изучение языка, но еще и про построение какого-то круга общения, с которым ты будешь видеться там практически каждый день. Вот. Училась она каждый день, очень ходила туда, ездила на эти курсы. Значит, училась, можно сказать, ночью напролет. Очень она хотела идти работать и научиться разговаривать, потому что, наверное, как я уже рассказывал в предыдущих видео, приехав из России, где она много где участвовала. Там, я не знаю, в школе родительский комитет, в садике там тоже со всеми учителями поговорить, с друзьями вокруг поговорить. А здесь она приехала, ни с кем говорить не может. Потом начала что-то понимать, но сказать все еще не может. В общем, она очень сильно старалась вернуться к уровню своего комфорта, чтобы мочь общаться с людьми вокруг. Поэтому это был ее стимул. Ну и к тому же, естественно, изучение языка. Это только шаг на пути к получению работы. Вот, кстати, по поводу работы. Мы сейчас идем как раз в направлении детского сада, в котором она проработала год по контракту. Вот такой вот дорогой она ходила каждое утро, каждый вечер. Скажите, как вам? Хотели ли вы ходить такой дорогой на работу пешком? Без участия транспорта? А может быть, даже ехать на велосипеде? Напишите, очень интересно. Вот, значит, пройдя все ступени S и FI, а именно C и D, она двинулась дальше, на следующий уровень шведского языка. А не помню, как они точно называются. Я же не учу, я же такой лоботряс айтишный. Ну, что-то типа свагрунт. Вот. И там тоже, по-моему, три уровня. То есть, раз в квартал ты сдаешь экзамен. Значит, вот она продолжила это учить. Все это параллельно с репетитором. Значит, учила-учила. И в какой-то момент, когда она еще не закончила свои грунты, она была готова к тому, чтобы выйти на работу, потому что учиться ее уже достало. Это как бы очень морально тяжело с ее точки зрения было, что нужно просто учиться. И, как она говорит сама, сидеть на шее, денежку в семью не приносить. В общем, хотел с человеку работать. И она начала смотреть, как бы мы начали думать, кем реально можно устроиться. Ну, из реального ничего, кроме няни. Реально это я имею в виду, когда у тебя совпадает твое желание, твоя мотивация, твое видение, кем ты хочешь быть и твои возможности. Ну, вот мы как-то прикинули из реального и пришли к выводу, что старт няней в детском саду это вполне себе хорошее дело. Во-первых, общественно значимое. Во-вторых, оно оплачивается достаточно достойно. В-третьих, достаточно реально найти работу, потому что спрос на воспитателей, на нянь в детских садах достаточно высокий. А частные сады делятся на частные и детские сады делятся на частные, государственные. Соответственно, есть где развернуться на этом рынке, и можно найти какое-то хорошее место. Ну, так вот, она подготовила резюме. Она нашла человека, который на местности здесь уже живет какое-то время, спросила совета, заплатила денежку за консультацию, ей подправили резюме под вакансию нянечки в Швеции. И мы начали, собственно, рассылать. Она начала рассылать. Просто находила имейлы ректоров детских садов в округе и отправляла им в личное сообщение на имейл. «Здравствуйте, я вот такая, я вот ищу сейчас работу, знаю шведский язык уже там на каком-то уровне. Давайте с вами встретимся, пообщаемся». И, как ни странно, действительно, ей отвечали, ее звали на собеседование, интересовались ее опытом, как опытом там воспитания своих детей, так и вообще по работе. Ну и, значит, в какой-то момент, то есть у нее был уровень такой языка, когда ей было страшно взять трубку телефона, когда вдруг мне кто-то позвонит, я ничего не пойму, и вот это все. Но этот страх быстро пропал, когда однажды ей по телефону позвонила женщина, представилась на шведском, а потом сказала, «Вы же по-русски говорите». И дальше разговор состоялся на русском языке. В общем, это оказалось ректор, который управляет несколькими детскими садами частными. Здесь, на районе у нас Вольхе. И так получилось, что как раз им нужен был педагог, который может помочь перекрыть там, например, когда какой-то воспитатель или няня берут больничный или в отпуске, или еще что-то, то вызывают вот таких вот нянь, с которыми заключают специальные контракты, оплачивают им работу по часам. В общем, она пришла на интервью, отработала, по-моему, даже какой-то пробный день один. И уже буквально со следующего дня ей начали писать с просьбой прийти на работу на какое-то количество часов. Обычно это было там 4-6 часов максимум, потому что Маша, супруга моя, она еще совмещала учебу на свагрунте дистанционно, поэтому ей 6 часов работы было очень даже комфортно. Впоследствии она себя хорошо зарекомендовала, коллектив хороший у них попался очень, и ей все нравилось, и им все нравилось. И с ней заключили контракт как ресурс-педагог, то есть это педагог, которого нанимают под конкретного ребенка. Я не буду вдаваться в детали, потому что считаю, что это не совсем правильно. Ну, в общем, как ресурс-педагог. И контракт этот был на год, с фиксированной ставкой, с фиксированными рабочими часами, с отпуском. То есть это было просто счастье. Когда ты приезжаешь в другую страну, ты зарабатываешь ноль, ты не знаешь язык, и буквально через год-полтора ты получаешь такой контракт. В общем, мы порвали несколько баянов. Потом она начала работать, все было хорошо, пользовалась отпусками, больничными, комбинировала свою учебу и работу, и все классно. Сейчас, значит, контракт кончился, и чтобы двигаться дальше, и претендовать уже не только на временную какую-то позицию на год там или как-то, а идти дальше в этой профессии, необходимо получить какое-то образование местное, с местными корочками. Вот, собственно, в этом направлении она сейчас движется, а мы с вами движемся в сторону садика, в котором она работала, поэтому вот тут церковь, кстати. Вот. Сейчас она записалась на курсы для... Ну, по, значит, по курсу няня. Не помню, как это по-шведски. Барнхётер, наверное, что-то типа того. В этом курсе она учится дистанционно и учится полтора года. Каждые, по-моему, три месяца ты сдаёшь экзамен. Экзамен письменный. То есть нужно явиться очно в эту вот школу, где ты учишься дистанционно всегда, приехать, забронировать временный экзамен. По-моему, она говорила, что три часа один экзамен, три часа другой экзамен. То есть два экзамена раз в три месяца. Нужно читать книги на шведском про воспитание детей, про коммуникацию, про всякие такие вещи. Ну и потом будет практика. Будет практика, на которой надо будет, значит, получить, видимо, какие-то референсы, там, рекомендации от тех, с кем ты работал. Ну, учитывая, что у неё практика уже, по сути, была, она год работала в садике по контракту, либо они как-то договорятся, чтобы её зачесть, либо она попросится просто к тому ректору, с которыми они уже общались, в её детский сад и пройдёт там практику ещё раз. Вот, поэтому перспективы есть. Садов много, работа лидии есть, спрос тоже есть. И мы, особенно она, очень рады видеть результаты своих трудов. Ну и мы, конечно, все её поддерживаем. Вот. Поэтому ждём окончания её учёбы. Надеемся на... Уверены в её прекрасном результате, уверены в том, что после этого она сможет уже более легко проходить фильтры у ректоров детских садов по поиску работы. И всё будет, в общем-то, прекрасно и замечательно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пишите ваши вопросы, если какие-то есть. Пишите пожелания, отзывы, всё, что вы себе представили, надумали за время просмотра. Ну, всем, в общем, добра, удачи, любви и здоровья. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» —